Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». О земной жизни Пресвятой Богородицы мы знаем из Священного Писания и Предания. В Православной Церкви существует целая череда богородичных праздников. Рождество Богородицы, ведение во храм, благовещение, успение. Но мы так мало знаем о жизни Пресвятой Девы после крестной смерти Спасителя и его воскресения. Именно об этом мы сегодня поговорим с настоятелем храма святых мучеников, младенцев Вифлеемских в Санкт-Петербурге, священником Максимом Истеменко. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, Катя. Евангелие повествует о том, что Иисус Христос, претерпевая крестные страдания, поручает свою мать заботам своего любимого ученика Иоанна Богослова. Где после смерти Спасителя жила Богородица и какое ее участие в утверждении молодой христианской церкви? Да, Катя, конечно, это очень интересный вопрос, поскольку, в общем-то, Священное Писание достаточно ограниченно рассказывает для нас о Божьей Матери. Мы очень немного сведений находим. Ну что, во-первых, конечно, это событие о благовещении, описанное в Евангелии от Луки, посещение Девы Марии, Святой Праведной Елизаветы. Затем это, собственно говоря, события, связанные с Рождеством Христовым. Собственно, рождение Христа, поклонение пастухов, сретение события, поклонение волхвов и бегство в Египет и возвращение. 12-летний отрок Иисус в храме Иерусалимском. Затем мы знаем, что в Евангелии от Иоанна описывается первое чудо на браке в Кане Галилейской, которое было совершено по просьбе Матери Божией. Затем в Евангелии от Луки описывается эпизод, когда приходят к Иисусу в дом, где Он проповедовал Его мать, Его родственники. И Спаситель произносит такие слова, что «Кто слушает Мои слова, и исполняет их, тот Мне и мать, и братья, и сестры». Затем, собственно говоря, то, о чем вы говорите, что Матерь Божия стоит у креста Своего Сына. Вместе с другими женами, которых мы называем Мироносицами, и вместе с Иоанном Богословом. Жены Мироносицы и Матерь Божия, как и все ученики Христа, прибыли в Иерусалим на праздник Пасхи. Но здесь происходит вот эта трагедия распятия Сына Божия на кресте. И, по всей видимости, Матерь Божия вместе с женами и погребает своего Сына. Плащаница, погребение, плащ Божией Матери. И затем, как бы, все. Единственное, о чем нам повествует книга «Деяния святых апостолов», это то, что перед событиями Пятидесятницы, когда одиннадцать учеников были вместе, с ними были и некоторые жены из галилейских женщин, и среди них была Мария, Матерь Иисуса. Но церковное предание для нас закрепило присутствие той, через кого воплотился Сын Божий в жизни ранней Церкви. На иконах Вознесения и Пятидесятницы, сошествия Духа Святого на апостолов, в центре мы видим Матерь Божию, Пречистую Деву. Таким образом, как бы, Матерь Божия стояла у истоков Церкви и находилась в ее сердце. Но понятно, что когда апостолы начинали проповедовать Евангелие о Христе, Матерь Божия была жива. И, собственно говоря, цель их проповеди была донести весть о воскресении, о победе над грехом и смерти, и не затрагивать тему той, через которую совершилось Боговоплощение. Традиция церковная, церковное предание, а в данном случае мы говорим, что у Церкви есть два источника Божественного Откровения. Это Священное Писание и Священное Предание. Причем православный взгляд на эти два источника следующий, что Священное Писание само является частью Священного Предания. Поэтому Священное Предание для нас сохраняет следующее, что Матерь Божия была поручена Иоанну Богослову у креста, и с тех пор, до конца своих дней, она жила вместе с ним. Ученики очень долгое время жили в Иерусалиме, либо в Галилее. Поэтому считается, что Матерь Божия жила долгое время в Иерусалиме, но затем, когда Иоанн Богослов был отправлен в Эфес, она последовала за ним и жила в Эфесе. И даже более того, в Эфесе очень долгое время сохраняется место почитания дома, развалин, который считали, что это дом Божией Матери. Возможно, она была с ним и в ссылке на острове Патмос, но незадолго до своей кончины она отправляется в Иерусалим, откуда она и уходит уже в вечность к своему сыну. Считается, что всех дней земной жизни Божией Матери было примерно 72 года. Правда ли, что те, кто не верил в учение Иисуса Христа, покушались на жизнь Пресвятой Богородицы? Ну, также для нас священное предание сохраняет память о том, как незадолго до своей кончины Матерь Божия стала очень часто посещать Гефсиманский сад. Там, где был погребен Иосиф Обручник, ее названный муж, там, где были погребены ее родители Иаким и Анна. Но, с одной стороны, мы знаем, что Матерь Божия жила в Назарете. И Иосиф Обручник жил в Назарете. Это Галилея, достаточно далеко от Иерусалима. Но достаточно взглянуть сейчас на окрестности Иерусалима, на восточную стену, где расположено огромное иудейское кладбище, огромное мусульманское. Поэтому в те древние времена люди, которые жили в пределах земли Израильской, даже в Галилее, стремились к тому, чтобы быть погребенными у этой восточной стены. То есть уже в те древние времена там были обширные кладбища. Потому что считали, что Мессия, посланник Божий, придет именно в то место. Поэтому все усопшие воскреснут. Чтобы встретить посланника Божия, значит, нужно быть погребенными у этих стен. Поэтому и родители, и названный муж Иосифа Бручник были погребены с восточной стороны Иерусалима в Гефсиманском саду. И вот она стала посещать это место, где упокоились ее близкие люди. Она выжигала там фимиам и сама желала уже воссоединиться со своим божественным сыном. И некие враги христиан, а мы знаем из Священного Писания, даже из книги Деяний, и из послания апостола Павла, что у христианской церкви было очень много гонителей и преследователей. И люди заметили, что та, которая была очень важна среди учеников Иисуса Христа, посещает это место, молится там, плачет, возжигает фимиам, донесли об этом властям Иерусалима. А власти Иерусалима, духовные власти, это были первосвященники и священники храма. И за ней была установлена слежка для того, чтобы ее схватить. Но считается, что ангел Божий ограждал ее, скрывал, и она беспрепятственно приходила на это святое место, в то время как враги христиан и враги Божьей Матери не смогли ее схватить, арестовать и причинить ей какое-либо зло. Отец Максим, а что символизирует ветвь, которую архангел Гавриил вручил Пресвятой Богородице за три дня до Успения? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Ну, конечно, опять-таки, это из области предания все, но финиковые пальмовые ветви, они имели некое символическое значение в той восточной культуре. Ну, скажем, если мы обратимся к событию входа Господня в Иерусалим, когда люди, встречающие Христа, который въезжает на ослике в Иерусалим, они постилают перед ним свои одежды и ветви финиковых пальм. Финиковая пальма, ее ветви постилались или держали в руках, когда встречали царя в честь его победы, то есть некий символ победы. И поскольку архангел Гавриил вручает ей ветвь из райского сада, то поэтому одновременно эта финиковая пальма, ветвь, означает и чистоту Божьей Матери. Считается, что эта финиковая пальмовая ветвь, ее несли ученики перед ее одром смертным, перед носилками, поскольку по традиции иудеи хоронили, помещая тело на носилки, вот в честь некой победы, символ чистоты, символ райского блаженства. Ну, на самом деле, и поскольку архангел Гавриил вручает ей перед смертью эту финиковую пальмовую ветвь, несколько мы обращены уже и к событию благовещения. Хотя в Евангелии она не упоминается, но в церковной традиции, в иконописной традиции мы видим, как архангел Гавриил предстает Деве Марии, и либо он держит пальмовую ветвь, либо держит цветок лилик, опять-таки, как символ чистоты. Но это уже достаточно поздние взгляды на события благовещения, на события успения. И пришли они к нам в православие и в православную иконографию, в том числе через Запад, где всегда особое внимание уделялось вот этой непорочности, чистоте, ну и так далее. Что означает удел Пресвятой Богородицы? Вообще сколько таких уделов существует? Считается, что когда апостолы, ученики Иисуса Христа начали свою проповедь и собирались выйти за пределы Израильской земли, за пределы Иудеи, Самарии, Галилеи, то они бросали жаребий, кому какая область, какая земля достанется для проповеди. И вот для Матери Божией в наследство, в удел, где должна она проповедовать, досталась и верия. Но поскольку она должна была последовать за Иоанном Богословом, то вместо нее туда отправился апостол Андрей Первозванный. Ну и мы знаем по традиции, что апостол Андрей посетил и Грузию, и Крым, и даже пределы нашей и русской земли, ну, во всяком случае, таково предание. А Матерь Божия последовала в Эфес. И оттуда она пожелала навестить на Кипре одного из учеников Иисуса Христа, Лазаря, который был незадолго до входа Господня в Иерусалим, воскрешен четверодневным из мертвых. И вот когда она отправилась на корабле из Эфеса, то на море разыгралась буря. И корабль отнесло к халкидикам на территорию современного Афона, где она также проповедовала, обратила веру во Христа местных жителей. Поэтому первый удел Божией Матери считается Иверская земля, то есть Грузия современная, а второй удел – это Афонская гора, где находятся множество монастырей, грузинский монастырь, иверский монастырь, славянские монастыри, греческие монастыри. Вот первые два удела. Третьим уделом Божией Матери считается Киево-Печерская лавра, поскольку первый монастырь на территории Руси, древний, после ее крещения это было в честь Успения Божией Матери, Киево-Печерский Успенский монастырь. И четвертый удел считается Серафима-Диевеевский монастырь, где было явление Божией Матери преподобному Серафиму Саровскому. Но если мы будем говорить вообще об этих явлениях, то кроме Серафима Саровского она в древности являлась и преподобному Сергию Радонежскому. И если мы возьмем всю нашу землю, русскую землю, да, Большую Русь, историческую Русь, то в центре этой земли, в пределах Москвы, Ярославля, Ростова Великого, это древняя Владимирская икона Божией Матери, да, Владимир, Суздаль. Владимирская икона, которая была принесена из Византии через Киев, вот в наши земли, в Центральную Россию, считается святыней Центральной России. Святыня Севера России – это две иконы Знамени Новгородской и Тихвинская икона Божией Матери. Юг России – это Иверская икона, Восток – это Казанская икона Матери Божией, и Западные земли – это Почаевская икона Божией Матери. Таким образом, как бы крестом ограждена наша Русь иконами Божией Матери, поэтому вся земля российская считается уделом Божией Матери. Спасибо, отец Максим, за очень интересную сегодняшнюю беседу. Я думаю, не только я, но и наши дорогие телезрители узнали много нового. Спасибо вам. Благодарю вас, Катя. Всех благ вам. Дорогие телезрители, своим примером, смирением, любовью и служением Богу, Богородица и явила нам путь, по которому призваны идти все люди. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»